МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. В Мариэлл мужчина умер прямо во время задержания. По предварительной информации, он был в наркотическом опьянении и расхаживал по дворам посёлка в полуголом виде. Кто-то из жителей вызвал полицию, а сотрудники, оценив состояние мужчины, позвонили в скорую. Все вместе они пытались усадить мужчину в машину, однако он стал вырываться, и его поспешили скрутить. Вот кто? Пока один из сотрудников наступил задержанному на ногу, двое других навалились на него, чтобы связать. Сначала мужчина кричал, затем внезапно потерял сознание и затих. Врачи скорой пытались откачать мужчину, однако он скончался, не приходя в сознание. Причину смерти мужчины пока неизвестно. А вы кто? Врачи из соседнего района наблюдали за ребёнком, который случайно проглотил шариковую цепочку для бирок. Медики надеялись, что инородное тело выйдет самостоятельно, но не вышло. Ребёнка направили в детскую больницу КДМЦ. Проведя компьютерную томографию, выяснилось, что цепь попала в просвет аппендикса, что встречается крайне редко. Сереброзный тросик. Вот это инородное тело как раз вот находится. Вот это. А, ну вот прям видно. То есть это штука. Да, вот видите, да. Вот он. Прямо чудливо видно. Хирургам пришлось удалить аппендикс вместе с опасной находкой. В ряде случаев попавшие в аппендикс предметы могут явиться причиной возникновения острого аппендицита. Вот он. Ты прямо чудливо видно. Около Казани задержали мужчину, который перерезал горло девушки и угнал её машину. Ужасающая трагедия произошла в Самаре. Девушка решила продать свою Тойоту Лэнд Крузер. По объявлению ей позвонил мужчина и договорился о встрече. По предварительной информации, покупатель набросился на девушку в салоне машины и несколько раз ударил её ножом в шею. После страшной расправы он цинично вытолкал тело жертвы из салона и уехал. Убийцу задержали в 30 километрах от Казани. У жестоко убитой 34-летней девушки остался сын, сама погибшая сирота. Несмотря на это, она выучилась на экономиста и строила карьеру. Пляжи Анапы переполнены отдыхающими. Судя по видео, закончились даже стоячие места. Специалисты отмечают, такое можно увидеть практически на любом курорте. Понятно, что там собираются все из центральной части города. Тем, кто хочет пляж попросторнее, местные советуют загорать в Витязево. Там можно поплавать в чистой воде без водорослей и без наплыва отдыхающих. Правда, расположен он в 15 километрах от Анапы. В интернете появилось видео казанской чаши с огромным праздничным тортом. Оказалось, что одному из символов Казани исполнилось 10 лет. Центр семьи Казан – главный дворец бракосочетаний в городе. Каждый день в нем проводят до 20 свадеб. Центр семьи Казан был построен всего за 500 дней. Помимо регистрации брака сюда приезжают на смотровую площадку посмотреть на Казань с высоты птичьего полета. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале «Татарстан-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова